Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. В этом видео я продолжу рассказывать о том, как сделать хорошие качественные фото со смартфона. Я показываю это на смартфоне Android, но на остальных телефонах эти функции примерно такие же. Первую функцию, которую мы можем рассмотреть, мы видим при включении телефона и выборе камеры как объекта приложения наших сил. Нажимая на кнопочку «Камера», мы попадаем на страничку, на которой отображаются некоторые символы. И нажав на колесико «Шестеренки», мы попадаем на следующее меню. Под меню мы считаем, что так как эта функция появляется первой, без раскрытия других функций, значит она самая простая. Поэтому считаем, что сюжет у нас уже есть, он выстроен, он нас устраивает, и у нас остается только нажать кнопочку и запечатлеть этот сюжет. В этом случае мы нажимаем на волшебную палочку, и вот это меню превращается в несколько другое, в котором нам предоставляется возможность выбрать несколько вариантов окраски нашего сюжета. Без эффектов, оттенки серого, сепия и негатив. Вот в данном случае здесь изображается то, что мы видим на экране смартфона, когда производим выборку, каким же способом мы будем освечивать наше изображение. В случае без эффектов мы видим сюжет именно так, как мы его видим на невроженном глазе. В данном случае у меня освещение лампы идет, и это же сюжет при ярком солнечном свете. Вот так они будут выглядеть. Если мы выберем оттенки серого, то прямо на экране мы будем видеть свое изображение в монохроме, то есть исключительно черно-белые цвета и все переходы от белого к черному. Сепия – это один из способов колоризации, когда мы к черному и белому еще добавляем такой вот коричневый цвет. Если вспомнить, откуда взялась сепия, то старинные фотографии все были в такой расцветке – бежево-черно-белый. И для того, чтобы придать историчность нашим фотографиям, можем использовать цвет сепия. Он смотрится несколько симпатичнее, чем все-таки одни монохромные черно-белые цвета. И третья возможность сделать фотографии декоративными – это негатив. Функция превращения изображения в негатив скорее всего осталась как возможность дополнительного декора с тех времен, когда использовалась двухступенчатая фотопечать, когда сначала делался негатив, а с негатива уже печатался окончательный экземпляр фотографии. И в этом случае негатив имел совершенно другие цвета, чем в окончательном варианте изображения. И это негативное изображение бывало во много раз красивее, сочнее, ярче, чем полученная фотография. И поэтому, скорее всего, ее тоже вывели как в одну из возможностей делать декоративные красивые снимки, используя свойства обратной фотопечати. А в следующем видео мы посмотрим, как включать и отключать вспышку для создания более освещенных или менее освещенных изображений.